Здравствуйте всем. Подписчики, зрители канала и просто случайные гости. Друзья, всем привет. С вами Proikea. Это мы. Да, там вот тот скромный молодой человек с камеры в руках, мой муж Дмитрий, по совместительству оператор, монтажер, водитель. В совокупности, я же болтающая голова, которая очень много знает. Меня зовут Татьяна, вы попали к нам на Proikea к Просинам. Вот отсюда название Proikea. Просины икея. Ну тут как-то игра слов. Да, и Proikea, и Просины Proikea. Многозначные. Точно. Мы находимся в Нижнем Новгороде по многочисленным просьбам. Я проводила опросы у нас в инстаграме, и очень много этим ребят попросили Сангисанд рассказать. Нам есть чем поделиться. У нас кровать уже живет скоро три года. Жива-здорова. Дети не сломали. Покупают постоянно Сангисанд в Саранск. А, я же не сказала, почему в Саранск покупают. Друзья, мы действующая служба доставки товаров икея. Работаем уже без малого 11 лет. Официально в апреле нам будет 2 апреля, Дима, 11 лет. Какое горе или счастье. Возим икею два раза в неделю. Находимся мы на большевицкой 85, плюс по совместительству мы являемся экспертами. Все, что связано с Икеей, мы знаем очень много. Почему? Во-первых, мы уже ведем канал, четвертый год. И во-вторых, я вам уже сказала, что мы являемся действующей службой доставки. Что это значит? Через наши руки проходит бешеное количество мебели, большое количество живых отзывов наших покупателей. Ну и плюс сейчас отзывы вас, наших подписчиков. Поэтому мы можем про это рассказывать и делиться с вами. Было немножко к самому рекламу, а теперь ближе к делу. Да. Работать будем в следующем формате. Так как Сангисанд очень интересная мебель и по ценнику она кардинально отличается от того же Бринеса, хотя, в принципе, обычная, да? Немножко поправлю, как раз мы эту тему затронем, потому что заказчики всегда просят сравнить. А чем же это отличается? А почему я должен платить больше? Да. Почему я должен переплатить 5 тысяч? А вот это мы расскажем чуть позже. Вот. Поэтому сейчас будем работать в таком формате. Бегать пока никуда не будем. На примере шкафа Сангисанд и шкафа Бринес, которые находятся рядом, Дима сравнит технические моменты, про материалы расскажет. Да, Дмитрий Юрьевич? Очень постараюсь. Ну вот все вот эти вещи. А потом мы с вами пробежимся по магазину. Посмотрим комоды, шкаф, кроватки, тумбочки. Итак, первая разница между... Давай расскажем на каком, что мы вообще сейчас будем показывать. Сейчас только покажу. Вот такой. Кстати, он еще по скидке. На момент выхода обзора не знаю, будет скидка или нет, поэтому цены проверяйте на сайте. Да. И, к сожалению, у нас не приставлено в коричневом цвете. Будем показывать там бел. Первое отличие, радикальное, да? То, что дверь... Мы снимаем, людям переставлять надо. Нам недолго, минут пять. Продолжаем. Двери у Сангисандо из прессованной бумаги под названием по-умному ДВП. Как это понять? Достаточно вам заглянуть в петлю, и вы там увидите сам материал изготовления дверки. Вот эта штучка под названием тоже ДВП, как в Бримнессе, так и Сангисандо одинаковая. Это не шпон, это не краска, это бумажная пленка. То, она также присутствует и в Бримнессе. Далее. Отличие идет еще в то, что Сангисандо имеет две штанги. Коротенькую. Ну да, коротенькую и широкую. И плюс имеет большую, как бы более широкую трансформацию, чем у Бримнесса. Бримнесс делает, блин, я не помню, по-моему, наша отечественная, российская. Но я посмотрю по складу, я немножко запамятовал. На самом деле, бывают в разных странах. Братья белорусы делают. Да, чаще всего в Россию приходят из Белоруссии Сангисандо, Бримнесс наш российский. Но ты помнишь прекрасно, да, что у Икеи куча заводов, и бывает так, чтобы прыгать в какая-то другая страна. Ну и продолжим. Также имеют Сангисандо другие петли. Чем более высокого качества? Да. Ты же собирала Бримнессы и Сангисандо. Что более такое надежное? Надежный Сангисандо. То есть ты в сборке, в качестве сборки больше доволен этим? Да. Также отличие идет то, что у Сангисандо более плотный задник. Я не дотянусь. Ну вот то, что вот. Да. У Бримнесса он более такой, как у ПАКС. Ну да. Тоненький ДВПшка. Хорошо. Перемещение полок. Ну, я сказал, что идет более широкая трансформация отсека. Как отсека? Но, к сожалению, ДИМ полки отдельно не продаются, поэтому это что, мебельный щит? Лера Мерле. В помощь? Все есть. Можно легко это отпилить. Вот эти красивые ручки входят в комплект. Вот. И разница большая Бримнесса с Сангисандо. Вот как раз петли. Вот она вот, разница. Закрывается более тихо. У Бримнесса это более звонко звучит. У нас Бримнесса. Более жестко она закрывается, да. И если я утром достаю какие-то вещи, когда дети спят, прям звонит. Вот это как раз и есть разница в 5000. Это немножко визуала. Более... Более изящно. Да. В остальном принципе все то же самое. Ну и чуть-чуть размерчик. Прям незначительно, но разница есть. Так, давай быстренько перемещаться. Здесь сейчас будут переносить шкафы. Пошли в комоды. Ну да. Против, может говорить, тут нечем. Мы быстренько ретировались из отдела шкафов, потому что там сейчас будут переставлять как раз шкаф сам за сам другое место. Теперь мы в комодах. Дим, давай покажем, какие размеры есть комодов. Значит, это 82 на 81 на 3 ящика, дальше 82 на 104 на 4 ящика, на 6 ящиков 82 на 126. Наверное, уже обратил внимание, что ширина у всех одинаковая, разница только в высоте. И плюс широкий комод с шестью ящиками 161 на 81. Кстати, очень многие берут вместо альтернативы Мальму, когда хотят классическую мебель. Желтым отмечены те позиции, которые сейчас купить нельзя. То есть половина, как обычно, есть, а второй половины нет. О чем я говорила в предыдущих обзорах, что с наличием сейчас туго. И это туго продлится до сентября. Набираемся терпения. Я хочу показать главное отличие между белым сангесантом, комодом и даже шкафом. Ребят, коричневый цвет, он издалека очень смотрится богато, интереснее. Но если вы подойдете поближе и посмотрите на отражение, попробую это зафиксировать, оно как корка апельсина. Думаю, будет заметно. Вот оно переливается. Вот немножко, посмотрите. Это вот большой минус темной мебели. Ну и пыль, которая, соответственно, но. Тем не менее, коричневый сангесант вполне лаконично смотрится. Это более классическая мебель, когда нужно составить классический интерьер в коричневых тонах. Дизайнеры прям очень любят данную линейку. Я хотел закончить просто. Из всех преимуществ бумажной пленки, то, что она ровная, более практичная, чем вот этот шпон, да? Шпон, да. Вот минус единственное то, что она дает рельеф. Ну вот, Дим, это надо прям сильно придираться, потому что вот рукой я провожу, все гладко. Но на белом ты никогда это не увидишь. Вообще никогда. Хоть каким фотоаппаратом не снимай, мы это не увидим. А вот на темном очень сильно это заметно. Ну что, давай смотреть? Да. 10 тысяч рублей. 82 на 81. Три ящика. Цвет еще есть белый. Вот как раз, кстати, сравнение. Красивый цоколь есть у всей линейки сангесант, независимо от того, шкаф это или комод. Теперь давай по ящикам. Во-первых, по громкости. Несмотря на то, что ящик пустой, он не такой звонкий, как у других комодов. Звук громкости пропадает после того, как вы его нагрузите предметами, вещами. Да. Он будет более глуховатый. Так, усиления нет. Но хочу показать сразу, как ящики, чтобы больше к этому не возвращаться. Тебе куда удобно? Давай на одном покажем и все. Потому что все они будут одинаковые. Стандартное крепление все. Ничего тут особого такого изысканного-то нет. А, забыл напомнить. Ребята, кто боится, у кого будет от большой нагрузки провисать ниш-дано, фиксируйте на саморезы. Раз. Вот еще. Вот в эти дырочки я вкручиваю саморезы. Тем самым оно предотвращает вываливание, так как держит ее на месте. Вставляю обратно? Да. Рельсы обычный металл. То есть, вот, знаешь, я бы так сказала. Шибкой уникальности в Сангисанди нет. Но вот эта его эстетическая составляющая делает его более выигрышным. Цоколь нижний тоже дает дополнительную эстетику. То есть он законченный. Так, это уже белый. 82 на 104. Ну, все то же самое, только 4 ящика. Глубина у них у всех одинаковая. Ручки у всех одинаковые. Причем ручки здесь очень лаконично смотрятся. Но если они вас раздражают, пожалуйста, откручивайте, ставьте другие. Также можете доводчик, я думаю, за 300 рублей сюда воткнуть. Который к малюме. Покажи, пожалуйста. Давайте, чтобы заодно был еще артикульный номер, видно. Марк Хус. 404. Давай вот так поближе. Просто были ли комментарии по поводу доводчиков? Плавное закрывание, уточню. Вот он, на бримности, например. Ну, давай, вот на бримности. Стоит всего 300 рублей на один ящик? Да. Все. А так обычно бримнос? Вы гремуха тащит. Чувствуйте разницу, нужно ли вам это или нет. Сделано сие счастье в Словении. Так, теперь пойдем показывать высокий комод. Он стоит 14 тысяч, его в наличии пока нет. Здесь у нас два маленьких ящичка, которые как раз половинкой являются. И стандартный, один, два, три, четыре большого. Ну, то же самое, что вот здесь, только нарощенные. Еще есть комод на шесть ящиков, но там пока занято. Подождем. Так, сангесант большой. На метр шестьдесят один, восемьдесят один у него высота. Вот на именно этом экземпляре, почему мы специально ждали, когда освободится пространство, показаны все дефекты, которые могут возникать у сангесанта. Юрий Юрьевич, пойдемте поближе. Пошли, Таня Юрьевич. Я, Павловна. Вот видишь? Секунду. Сокусируйся. Вижу. Нашла довольная, как слон. При неаккуратном обращении такие вещи возникают с бумажной пленкой, которая покрыта. Вот данный комод здесь стоит, немного времени он здесь стоит уже, давно. Года три, не меньше. Ну, по выцветанию, в принципе, более-менее так же остался. Вот такие вмятины могут появляться на кромке. Дим, покажешь? Ну, это свойство любой мебели, как эшпанированная, так и бумажная пленка. Да, то есть, чтобы вы понимали, что даже бумажная пленка – это не спасение. Рано или поздно все это приходит в негодность. Что мне у Сан-Гесанда нравится – это вот эти засчетные края с пластиковой кромкой. Да. И вот если бы еще вот эта была часть, кромочкой такой сделала, это бы жило гораздо дольше. Здесь три стандартных базовых ящика. То есть, по факту, это два комода соединенных вместе. И если вы просто хотите купить два комода и поставить рядом, дешевле взять вот такой. Дешевле будет на этот 16, а те выходят в двадцатку. Четыре тысячи вы сэкономите. Четыре тысячи на дороге не валяются. Пойдем в кровати? Пойдем. Сан-Гесанда. Односпальная кровать 90 на 2. Опять нет каких-то размеров на складе. Такое имеет место быть. Давай сначала по визуалу. Здесь есть небольшое пространство. Ну, как будто бы стоит на ножках. На самом деле, что-то протереть будет неудобно, и кровать будет стоять вот так. У нас кровать стоит изголовьем к стене. Ящики мы не используем, хотя в последнее время у меня возникает желание купить ящики. Поэтому давай сначала посмотрим ящики. Комплект ящиков из двух штук стоит пять тысяч рублей. Ящики один большой, другой маленький. Купить по отдельности нельзя. Они полностью одинакового размера. По факту это получается три ящика, но два из них соединены в один большой. Они на колесиках, поэтому крепления какие-то дополнительные не нужны. И если они вам подходят по цвету и по стилистике, вы их можете поставить под любую кровать, не обязательно под икеевскую. Давай на примере маленького ящика подниму его. Вот такие маленькие колесики. То, что хорошо в середине усиление. Да, главное, что здесь есть усиление в противном случае. Но детям не давайте кататься. В попками не садиться. А еще смотри из моментов. Вот по мне бы лучше, если бы продавалось вот это отдельно, это отдельно. Объясню почему. Очень многие ставят возле кровати прикроватные тумбы. И если ставить прикроватную тумбу, то достаточно большого ящика. Соглашусь. А вот сюда тумбочка, да? Да, да. А так получается, здесь я ставлю, а там у меня только наполовину закрыто. А теперь давай пройдемся вовнутрь. Здесь у нас стандартное речное дно лурой. Вот эти чопики использовать обязательно. В противном случае получится, как у нашего клиента. Они не поставили чопики. И типа виноваты Икея, что у них ночью все попадало. Если вы не зафиксировали, речное дно будет гулять. Давай его немножко покажем. Вот. Вот это обязательно. Так, регулировка речного дна два вида. То есть вот это на нижней части. Это особенность односпальной кровати. У двухспальной, начиная от метра сорока. Три, да? Три положения. А здесь два. Да. И неустанно напоминать, что если вы сломали одну ламелью, которую Татьяна Павловна сейчас держится, да? Вот эту. И пытается поломать. Леруа Мерлен. Блин. Я скоро буду просить деньги. От Леруа Мерлен за то, что он мне помогает Икею ремонтировать. Там вы можете увидеть ламелии как изогнутого типа, из березы, так и сосновую. Ну, не сосновую, там деревянные обычные кусочки. Ну, деревянные прямые. Да, прямые. Пойдем. Камера, пойдем, пойдем, пойдем. Жалко, камера ходить сама не может. Хожу. Так, смотри. Это спинка. Вот этих заглушек чаще всего не хватает, чтобы закрыть все дырочки. К чему говорю? Очень многие любят кровать поставить где-то посередине комнаты, и вот эта часть не прижата к стене. То есть это эстетически не шибко красиво. И опять же, если вы до конца в горне души перфекционист, и вам смущают незакрытые заглушки, вот эта, да, которую Татьяна показывает, Кроме больших, я знаю точно, а в Леруа Мерленные заглушки есть белые. Ты уж три раза в Леруа в этом обзоре упоминаешь. Да. Ну и вот еще смотри такой момент. Так как ящики не занимают все пространство, с другой стороны у вас остается пустота. Поэтому логично кровать все-таки ставить к стене, и изголовьем к стене, и боком к стене. Тогда она будет эстетично смотреться. И еще. Отмечу, что спинка у двуспальной кровати, в отличие от односпальной, требует внимания при сборке. Так как это собирается из палочек. Это не монолит, который вы в коробке открыли, как есть. Ну вот такой, например. Не вот такой. Он собирается исключительно по частям. Вот это все отдельно. Вот это все отдельно, да. А двуспальную кровать, в принципе, по идее, намного проще собрать будет, чем двуспальную. У двуспальной много нюансов. Сколько ты собирал? Много крепежей. Я не помню. Но долговато. Не быстро. Обычно ты быстрее мебель собираешь. Просто у нас дома живет двуспалка, потому что десант метр сорок. Кто будет покупать двуспальную кровать, отнеситесь к этому внимательно, строго по инструкции. По-серьезному. Да. Потому что многие собирают как по логике. Ну да, логично. Чика-чика, закрутилось все. А тут требует внимания. Так, у нас с тобой еще что осталось? Если найдем большую кровать и тумбочку. Ну давай двуспальную покажу. Пойдем. Да, реклой очень много. Очень много громкой музыки, но мы все равно продолжаем. Доказательность того, что я сказал ранее. Смотрите, вот. Это только край. Вот. Сколько крепежей? Да, крепежей. Если вот ее полностью спинку вытащить, ну не знаю, не получится. Нет, здесь зафиксировано все. Соответственно, крепежей и геометрической прогрессии там больше. Просто отнеситесь к Диминам словам по-серьезному, чтобы вы понимали, что это не шутки. Но кровать вполне достойная. Хочу показать, вот здесь прям срезы есть. То есть кровати из разного материала состоят, черно-коричневая и белая. Давайте подстроимся. Основа разная. Имеет Татьяна именно бумажный, белый ДВП и ДСП коричневый. Да, вот как раз ДВП и ДСП представлено. Еще у Сангисанта, Дим, есть тумбарь. Тумбарь стоит 3 рубля. 2 999. Ну, не знаю. Я бы Малим взяла за 2000 с тем же функционалом. Дверка. Полку можно опустить. Даже туда можно закинуть, если вам такое пространство нужно. Каких-то либо дополнительных отверстий. Кроме вот здесь вот есть маленькая дырочка. Дим, так я не знаю, сможешь как-то камеру показать? Не навред. Нет, вот здесь вот. Давай попробуем. Вот здесь. Что у тебя там такого? Есть вырез. Да, вижу. Это для провода, для зарядки, чтобы протянуть можно было. Это единственное, что есть у данной тумбочки. Значит, у нас кровать Сангисанта в декабре будет 3 года. Как мы ее совершенно случайно себе приобрели, не планируя. Дети развалили нашу кровать. По нареканиям никаких нет. Это у нас сейчас сцепка с Сангисантом, с матрасом Хамарвик. Неплохо, в принципе, живут. Единственное, Дима периодически вот здесь подкручивает крепеж, потому что у нас есть 6-летняя зайка. Активная. Которая прыгает по кровати, как по батуту. Ну, если даже у вас нет активных детей, все равно вы спите, переворачиваете, садитесь. И я рекомендую раз в год подтягивать крепление. Подтягивать крепление. Тем самым вы продлите срок службы в вашей кровати. Если вы будете забивать, ну, крепление будет расшатываться. В какой-то момент вы просто окажетесь на пол. Нет, мне кажется, она просто будет расшатываться. Сама по себе кровать, разбивая тем самым посадочные места у крепления. Поэтому не пленитесь. Это не долго, это все займет не более 10 минут. Вот максимум. С разбиранием матраса и так далее. Так это, Дим, оно гладенькое такое. Так спать на нем мог, смотри, ложись. И все пройдет. Меня выгонят? Нет, в Икеане не выгоняют. Думаешь? Хоть ботинки снять. Дим, ты дал очень ценную информацию, которую, если применить, то с кроватями, вообще с мебелью проблем не будет. Но, к сожалению, очень многие поступают, как мой папа. Зачем мне инструкция? Я соберу сам. Я же мужик. Да. Вот, например, вот кровать у нас под названием Рикена. Вот. У нее спинка намного проще собирается, чем спинка Сангисанта. Ну, это вот одна единственная особенность, ключевая у Сангисанта. Так, друзья, в принципе, все, что мы хотели по Сангисанту, наверное, рассказать. Мы рассказали? Ты как считаешь? Есть что добавить? Ну, я сказал все, что знал. Кстати, брака, как ни странно, особо нет. По Сангисанту за все время. Ее заказывают не так часто, не знаю почему. В основном ходу Бринес и Мальм серии. Сангисант заказывают, но пореже, но нет брака. Меня, например, это радует, и она не скрипит, кстати, особо. Ну, ты уплотнителем, по-моему, проклеивал, да? Нет, я ничем не проклеивал. А этот ты не проклеивал, другую, значит, старую проклеивал. Дитями до 6 лет проверено. Мы порой все четвером все лежим и какой-нибудь фильм смотрим. Дима, я старшая. Умещаемся. На метр сорок? Да. Ну и стандартно, хотела бы обратиться к подписчикам, да? Да. У кого есть данная мебель, рассказывайте, как в эксплуатации вам. Возможно, у вас были какие-то нюансы, проблемы с этой мебелью. И вы делиться будете. Делюсь вашим комментариям, вы показываете ваш опыт другим подписчикам, которые хотят купить это. Но сомневаются. Да, именно нет. Тем самым вы этим же покупателям поможете, вашим опытом. А помогая, делясь с другими, возвращается нам. Вдвойне. Доказано. Да, лично доказано. Дим, ну и стандартные действия? Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Вам не сложно, а это действие нас очень сильно мотивирует на дальнейшее творчество. А если нас это мотивирует, мы для вас очень много годноты снимать будем. Да. А когда нас это не мотивирует, потому что на самом деле Икея это давно уже стало хобби. Да. Мы сегодня с Димой считали, ехали рентабельно с канала, пришли к выводу, что он живет на нашем энтузиазме. И, ребят, давайте... Ну и не будем в деньгах, а то опять хейтеры проснутся. Да. Ой, не надо, спите лучше. Ну или проси... Нам по-фигу, у нас приивка. Я к чему? Просто, на самом деле, когда вы делитесь с нами комментариями, делитесь с нами опытом, даете нам обратную реакцию к своему видео, это дает мотивацию, мотивацию для дальнейшей работы более качественной и высокоэффективной. У меня все. Мы хотим сто тысяч. Господи, подпишитесь уже, сделайте тебе подарок. Ну да. Больше ничего не хочу. Он в каждом обзоре же будет сейчас. Я потом миллион буду просить. Скажет, вам все мало, мало. Так, ладно, погнали мы снимать дальше. Нижний Новгород, мы с вами не прощаемся. Кстати, съемки март 2021 года. Да.